Всем привет мои дорогие подписчики, а также зрители моего канала. Относительно недавно я выпускал видео о топ 5 ожидаемых смартфонах начала 2014 года. И судя по количеству лайков и также просмотров, я так понимаю, что вам понравилось. И поэтому я созрел именно на это видео. И несмотря на то, что это видео я назвал топ 5 ожидаемых планшетов 2014 года, их будет 6, но к сожалению не смог я впихнуть 6 планшетов в 5 строчек. И на 6 месте расположился планшет Nexus 10. Да, именно Nexus 10, он входит в топ ожидаемых планшетов. Мы помним весьма интересную модель Nexus 10 первого поколения. И она в начале 2014 года ушла с продажи, то есть она не продается. И в принципе логично, уже достаточно давно пора было обновить ее. И предположительно на Google I.O. в июле должны будут представить Nexus 10 второго поколения. И этому свидетельству есть то, что в магазине поставлено то, что скоро ожидается Nexus 10. Поэтому ждем. Что нас ждет я точно не знаю. То, что это будет 10 дюймовый планшет с верх четким разрешением, очень мощным железом и конечно же многими интересными фишками и обязательно новым андроидом. То есть скорее всего это будет Android 5, который тоже мы весьма очень сильно ждем. Пятое место занимает 10 дюймовый Samsung Galaxy Tab Pro с процессором Snapdragon 800. Это действительно ожидаемый планшет. Многие ждут планшеты на процессоре Snapdragon. И Samsung очень известный бренд. Можно сказать по планшетам это второй бренд, который по крутости вообще планшетов. И не хватало, вот нам как раз очень сильно не хватало такого интересного планшета. И Tab Pro 10 дюймовый имеет Snapdragon 800, 2 гигабайта оперативной памяти, сверх четкий дисплей, практически все то, что нужно в нем есть и он даже еще и звонить может. Некоторым людям это действительно полезно. На четвертом месте расположился планшет от компании Sony. И да, вы догадались, это Xperia Tablet Z2. Этот планшет получился в этом году весьма интересным. Конечно, на обзоре я более подробно о нем расскажу. Я думаю, что в ближайшее время он у меня будет. И если вы смотрите месяца через полтора это видео, то поищите на канале обзор. 3 гигабайта оперативной памяти. Тоже тонкий корпус, четкий дисплей. Snapdragon 801, по-моему, процессор не 800 и даже 801. То есть железо очень топовое. Толщина у него такая же, как у Sony Xperia Z Ultra. То есть он реально тоненький. И я думаю, что этот планшет заслуживает четвертого места. И на нем он и расположился. Третье место занимает iPad Air следующего поколения. Ну, назвать его точно, как он будет выглядеть, я, к сожалению, не знаю. Но я предполагаю, что iPad Air 2, можно так сказать, будет более мощный, более интересный. Возможно, с сканером отпечатка пальцев. Возможно, с более улучшенной камерой. И батареей, которая держит больший заряд. Но Apple нужно очень сильно постараться. И судя по продажам iPad Air, который после четверки вышел, то я могу сказать, что iPad Air второго поколения, ну, просто заслуженно занимает третье место. И я думаю, что сейчас ваши мозги накаляются, потому что я уже перечислил практически все планшеты. И какие же два планшета будут занимать второе и первое место, сейчас мы узнаем. И второе место в топе ожидаемых планшетов занимает Nexus 8. Это планшет, который должны представить на Google I.O. И его ожидает намного большее количество людей, нежели Nexus 10, который тоже находится в топе от компании Google. И я могу сказать, что Nexus 8 должен получить тоже сверхчеткий дисплей, очень мощное железо, очень тонкий, компактный корпус. И самое главное, чтобы была адекватная цена. Чтобы была, ну, к примеру, цена не больше, нежели на LG G-Pad. И вообще, я думаю, что этот планшет должен получиться весьма бомбовый. И мы его действительно очень сильно ждем. И на первом месте расположился очень интересный планшет, который в 2013 году, можно сказать, стал бестеллером. Он стал самым продаваемым планшетом от компании Apple. Это компактный iPad, iPad Mini. Плюс ко всему, в 2013 году он обновился до версии Retina. Стал практически такой же по мощности, как и Air. И его стали больше покупать, потому что компактность, она выигрывает. Почему Nexus 7 тоже такой популярный? Потому что компактные планшеты, они сейчас все больше и больше занимают нишу. И я, если честно, бы даже не поменял свой планшет на большой планшет. Мне хватает маленького. И с этим согласны огромнейшее количество покупателей по всему миру. Осенью 2014 года Apple наверняка обновит его до более мощного. Какие-то новые фишечки, сенсор отпечатка пальцев, более мощная камера и еще какие-то другие интересные вещи, которые только сделают более прочными позиции самого продаваемого планшета. Потому что он действительно просто мега популярен. Да, и совокупно всех этих факторов поставили iPad Mini на первое место. Это был рейтинг ожидаемых планшетов. Топ 5, нет, даже 6 планшетов, которые самые популярные, которые наибольшее количество людей ждут. Конечно, можно было бы составить рейтинг еще топ 5 бюджетных планшетов, которые мы ждем. Ну, если вам это интересно, конечно же, пишите это в комментариях, ставьте лайк этому видео. С вами был я, Владимир Тишевский. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь. И, конечно же, до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok